Всем привет, с вами Игорь и сегодня пришел мне, а не сегодня, я вчера его забрал с новой почты, вот сегодня будем делать обзор вот такого вот электромотора Fischer, лодочный электромотор, взял его для своего плота, кто не видел видео, первый раз зашел на мой канал, то двигать он будет и лодку, а плот, этот электромотор, плот, и плюс еще и не просто плот, а солнечной панелью, он будет работать без аккумулятора напрямую от солнечной панели, не совсем напрямую, через вот такую вот понижайку, эта понижайка пришла тоже с Китая, она там дешевенькая, получается 300 ватт максимальная мощность заявленная, ну 150-200 с нее можно получить, нормально, даже и больше, тогда надо будет, если что-то обдув организовать, если на большую мощность, 20 ампер максимум, тоже может она выдасть, и что интересно, тут есть вот два регулятора, видите, вот здесь вот две такие регулировочки под винтики, одна регулирует выходное напряжение, а вторая выходной ток, то есть, ну сама эта понижайка, там должно быть получается выходное напряжение всегда на 5-6 вольт ниже, вот, чтобы она нормально, стабильно работала, вообще оптимальный вариант вроде бы с 24 до 12 вольт она понижает, это самый большой КПД, ну у меня будет понижать примерно с 30 вольт до 14, ну 14 вольт это напряжение хорошо заряженного аккумулятора, обычного, как раз для этого электромотора тоже надо, и ток, что интересно, видел я обзор на эту понижайку в ютубе, что ток может быть даже больше выходной, чем входной, то есть она как бы, эта понижайка может даже увеличивать ток, вот, как-то так она работает получается, да, если хотите, можете посмотреть тоже обзорчики на эту понижайку, ну будем это все проверять, смотреть, короче, получается так, у меня подключается сначала эта понижайка к панели, потом от этой понижайки я выставляю 14 вольт, накручиваю максимальный ток и уже к мотору, и поехали, вот, вот такая вот понижайка, кстати, надо будет сделать плейлист по плоту, потому что у меня там еще нет плейлиста, все видео такие раскиданные, кто хочет посмотреть, то тяжеловато, ну на днях сделаю, на днях сделаю, итак мотор, ну мотор, а, упаковка, сначала упаковка, да, упаковка, я вам скажу, это просто капец, посмотрите, какая коробка, в какой коробке он приехал, и это заводская коробка, упаковка его, видите, вот, намалевано все, это не магазина, вот, вот такая высота, 116 на 48 на 17 сантиметров, вот эта вот коробка, ну она узенькая, вот такая, видите, вот, но я вам скажу, что телевизоры даже хуже запакованы, вот, картон здесь двойной, такой толстый, плотный картон, кстати, брал я этот мотор на сайте интернет-магазин, лодка 5 называется, я оставлю ссылочки на этот магазин, хороший магазин, мне понравился, подарки мне тут надарили, сейчас буду показывать, вот, бесплатная доставка, тент, тент вот такой вот, еще мне подарили, старпаулина, так называемая, ну вот, тарпаулина, казалось, это, это обычная вот эта вот мешковина, типа, видите, пропиленовые мешки, вот то, что делают, вот это и есть этот тарпуль, но зато с колечками, с колечками, все тут нормально, и веревочка еще продета, вот здесь вот по краю, чувствуется, он так загнутый там, вот, 3х3 тен, кстати, вот, аж 3х3 подарили мне, бесплатная доставка, гарантия 2 года, вот, ну вообще, и там может даже, возможен обмен, что-то, если не понравится, в течение месяца, вроде я что-то такое читал, вот, пенопласта тут внутри тоже было куча, надевался вот этот вот на мотор, на, вот так сверху кусок пенопласта, потом еще снизу мотор, мотор был в пенопласте, еще и посредине, посредине тоже, такой вот тоже кусок пенопласта, который обхватывал вот это, так что, ну, поломать этот мотор, ну, в этой коробке в пенопласте, Короче, очень классная упаковка Мне понравилось очень Как он был упакован Очень-очень достойно Итак, сам мотор Вот он, как выглядит его голова Как ее тут показать Вот так вот Тут вот Показывает заряд, индикацию Аккумулятора Вот здесь вот Ручка румпель, так называемый Вот он вытаскивается Вот так вот может вытаскиваться О, настолько аж Или запихать ее можно назад И здесь вы видите скоростя Вот 5 вперед скоростей, 5 И 0 1, 2, 3 О Ну, скоростя, правда, с фиксацией Но какая-то фиксация У них не очень Мне понравилась такая ярко выраженная Такие щелчки Какие-то, ну, надо как бы Немного его туда подбирать Хотя, в принципе, нормально За такие деньги Кстати, какие деньги Купил я его за 3 тысячи Кого интересует 200 излишних гривен Это совсем С подарками С бесплатной доставкой Совсем-всем-всем-всем 3 тысячи Ну, это в линейке их моторов Которых там на сайте очень много Их там и за час не пересмотришь Эти куча такая Лодочных моторов Бензиновых моторов Там их огромный Огромный выбор моторов Просто огромнейший И цены довольно-таки Ну, я дешевле просто Даже не нашел в интернете Вот Был еще Это второй По низким ценам Был второй снизу Так сказать Или сверху Был еще там дешевле Но тот мотор Он меньшей мощности И меня все стали отговаривать Что он плот не подтянет И все такое И вообще этот мотор Мне потом перестал нравиться Потому что Я так обратил внимание У него вес 2,3 килограмма Всего-навсего А у этого 6 килограмм Он довольно-таки тяжелый 6 килограмм мотора То 2,3 Ну, что это за мотор Который весит 2,3 килограмма Плюс у него Там только 2 скорости А потом Я так тоже поразмыслил Что если у меня Он будет работать От панели И мощности панели Например Не будет хватать В данный момент То я могу регулировать Вот этим вот Скоростями Тут их аж 5 скоростей Вот То есть Выбирать любую скорость От первой до пятой Чтобы соответствовало Ну, естественно Что на разной скорости Разную мощность Потребляет мотор И там Под солнечную Интенсивность Так сказать Излучение Я буду подбирать Так, чтобы На панели Поддерживалась Точка максимальной мощности Там есть такое Ну, для этого Наверное Еще поставлю Маленький вольтметр Такой на панель Чтобы следить За этой точкой И не просаживать Сильно на ней Напряжение Панелька У меня получается 290 ватт Будет Мотор Максимальная мощность Ну, это получается На пятой скорости 280 ватт Ну, примерно На 200 ватт С панели Можно рассчитывать На 200 ватт Я думаю В солнечную погоду Я думаю Что можно Там даже Ну, 150 50, 200 Ну, это будет Я так думаю Я еще не знаю Будет соответствовать Первой, второй Или третей Я думаю Так, скорости Хотя Если будет не хватать Я могу поставить Две панели Что мне не дает Но тогда придется Наверное И более мощную Понижайку брать Ну, понижайка То такое Она там Копейки А панелей У меня хватает И тем более Плод рассчитанный На это Вот Вообще Он такое впечатление Ну, довольно Добротно сделан Больше Даже Чем я ожидал Ну, как-то На картинке Так смотришь Там, где я покупал На сайте Он такой Какой-то маленький Вроде бы казался Но на самом деле Он такой Большой Видите У него Очень такая Длинная штанга Ну, вот это Или как Или Дей Вот она называется Вот Из текстолита Ну, этого Композит Вот это Штанга Из композита Вот это Крепление Пластиковое Вот И как раз Вот эта Длина Мне подходит Я так смотрю Что у меня плод Высокий Такой Ну, бутылки Мотор должен быть Ниже бутылок Чтобы он нормально Работал Ниже бутылок По-любому Плюс Транцевая доска Плод И как раз Оно так получается По высоте Что мне хватит Чтобы оно там Торчало еще На плоту Сверху Там хотя бы Сантиметров Тридцать Чтобы ее нормально Было Крутить Вот Вот это Пластмасса Вот это Пластик Но Ну, и тут Даже вот эти Крепления Что крутится Оно в пластмассе Почему-то Ну, я думаю Если так сделаем Может там Какая-то металлическая Вставка Есть Ну, не знаю Оно в принципе Должно держаться Раз так сделали Вот Она пластик Но выломать ее Я говорю Это будет Очень тяжело Такую пластмассу Наверное Скорее Трансовая доска Поломается Кстати Вот здесь Вот выбит номер Вот видите Фишер Вот УА И номер Вот То есть Юэй Написано Ну, Украина Уже Типа выбита Вот То есть Типа Я не знаю Что это Регистрация мотора Или Или гарантия Наверное Идет от этого номера От даты продажи Чтобы оно вроде бы Да Что-то такое В инструкции Читал Вот Тут зажимчик Высоты Вот это Вот верхний зажимчик Высоты Чтобы он не опустился Ниже А вот этот зажим Он не дает Ну Можно Более туго Проворачивается Он так Вот Чтобы Там можно Настроил его Потихоньку И плывешься Чтобы возле него Не стоять Так Теперь сам мотор Переворачиваем Вот он моторчик Мотор Весь железный Вот это Вот вы видите Вот это Вот Здесь Вот Штанга Заканчивается И вот здесь Уже начинается Металл Вот это Уже все Металлическое Вот это Вот все Просто его сейчас Наверное На камеру Не видно Вот Но вот это Все железное Металлическое Киль Мотор Все Вал Все Вал Вал Видите С отверстием Под Срезную Шпонку Это Я так понял Если винт За что-то Зацепится Вот он Винт То чтобы он Ну Эта шпонка Срезается О И как бы Не погнется Не повредится Мотор То есть Отрезка Остановки Где-то Шпоночку Тут можно Гвоздя Но Раз Вырезал Отрезал Гвоздя Пусок О Мотор Весь металлический И это Мне очень Понравилось Кстати Вес Довольно Такий Внушительный Ну Где-то Примерно 80% Веса Этого Мотора Всего Вот Эта Вот Часть Вот Эта Нижняя Часть Мотора В комплекте Идут Два Винта Вот Один Вот Такой Вот Трехлопастный Один Двухлопастный Немножко Двухлопастный Чуть Чуть Такой Сантиметр Или Полтора Больше Ну Я Будет Интересно Поменял И поплыли Дальше Вот Инструкция Я уже говорил Да На русском Языке Все тут Понятно Гарантия Штамп Есть Магазин Дата Продажи Все Есть Вот Как бы Все В комплекте Вот Такой Мотор Металлический Я же говорю 280 Ватт Провода Провода Ну тут Провода Конечно Да Тут Больше Метра Провода Я не знаю Зачем Сюда Столько Провода Тем Более Что Это 12 Вольт Но Провод Толстый Провод Толстый Я думаю Производителем Он Рассчитанный На 12 Вольт И на Такой Ток Мощный Такой Вот Провод Видите По сравнению С моим Пальцем Сечения Довольно Таки Внушительные Я так Смотрю По Меди Тут Нормально Меди Где-то Ну как В панели Наверное Солнечной В кабеле Да Не меньше Не меньше Такой Вот Провод Такой Вот Мотор У меня Получается Теперь Будет Ну я Довольный Ну Сегодня Уже Я не Успею Его Испытать От Солнечной Панель Но В ближайшем Из Следующих Видео Выберу Такую Солнечную Погодку Понижайка У меня Уже Есть Я Где-то Наверное На Постоянку Где-то Здесь Пристрою Внизу Или На Панели Пристрою Еще Не знаю Но Лучше Наверное Где-то Поближе Здесь Вот Эти 12 Вольт Ну Зачем Они Такой Толстый Длинный Кабель Сделали Вот Это Лучше Бо Короче Сделали Ну И Здесь Сразу Подключить 12 Вольт Чтобы Меньше Потерей Ну Что С Панели Будет 30 Вольт Идти Примерно Там Потери Будут Меньше Чтобы Больше Напряжения А Вот Здесь На 12 Вольт Вот Это Целый Метр Я Не знаю Ну Если Так Есть То Она Предусмотрена Тут Я Думаю Потерь Не Будет Пишите Что Вы Об Думаете Стоит Ли Оставлять Так Хотя С другой Стороны Если Я Отрежу То Гарантия Пропадет Резать Нельзя Вот Вот Такой Вот Моторчик У меня Получается Теперь Будет И В Следующем Видео Я Уже Выберу Солнечную Погодку Буду Его Запускать От Панели Прямо Панели Подключу Там У меня Есть Панели На земле Стоят Трекер Одну Просто Отключу Панель Подсоединю И Все Так Пишите Короче В комментариях Что Вы О нем Думаете Вот Ну Я Рад Я Рад Такой Покупке И Думаю Что Он Будет Нормально Работать От Солнечной Панели Ну Будем Пробовать Будем Пробовать Все Всем Пока До Следующих Видео Ждите Следующее Видео Уже Будем Испытывать Его Работу От Солнца Всем Пока До Следующих Видео